По-моему, городские жители все больше сходят с ума. Сначала они часами загорали на солнце, потом придумали солярий, а теперь моментальный загар. Что это за изыски такие? Нина Ивановна Золотухина, жительница села Большое. Нина Ивановна, красота – это страшная сила. И расскажет вам об этом Анна Большова. Вопрос задан очень вовремя. Учитывая, какая сейчас погода и как мы начали мерзнуть, забыв, что летом было очень жарко, и мы мучились буквально от палящего жаркого солнца, так что же нам теперь делать без него? Вот сейчас мы и узнаем. Знали бы вы, что во времена Льдовика XIV провинившихся фрейлин насильно заставляли загорать, чтобы они как можно дольше не появлялись при дворе. Выходя на улицу, жительницы Афин времен Древней Греции кутались в гематий и надевали соломенную шляпу. Для осветления кожи римские аристократки использовали ядовитые свинцовые белила, отправившие в царство Плутона не одну модницу. Дамы применяли подчас самые невероятные способы достижения беломраморности кожи. Пили толченый мел или уксус, чтобы быть побледнее. Подрисовывали себе голубым карандашом вены на руках. С наступлением века индустриализации большинство малопрестижных работ переместились под крыши фабрик, заводов и контор. Загар поменял свой знак. Загорелое тело стало означать, что его обладатель располагает деньгами и свободным временем, достаточным для праздного отдыха на морских курортах. Сегодня, как говорила Куко Шанель, кожа цвета аспирина – это просто неприлично. Случайно загорев в 1923 году, она ввела моду на темный цвет кожи. И женщины толпой врывались на пляж, жадно подставляя солнцу, руки, лицо и другие части тела. Загар стал символом красоты и власти. Вот она, мода. Мода – это, конечно, хорошо, но как же здоровье? Много загорать плохо, мало говорят – тоже плохо. Хорошо, когда в меру – 5-10 минут три раза в неделю. Но ведь у многих времени не хватает даже на это. И тут-то изобретательные американцы придумывают моментальный загар. Всего каких-то 10 минут, и ты – обладатель изумительного ровного загара. Но так а что же со здоровьем? Вот это мы сейчас узнаем. Вот видите, девушка держит такой странный аппарат, который вообще, в принципе, внешне напоминает пылесос, только наоборот – он не всасывает, а выдувает. Выдувает какой-то раствор, который явно холодит и щекочет. Дигидрокси – ацетон. Именно он делает кожу красивой и загорелой. Страшное слово «ацетон», естественно, ассоциируется у нас с жидкостью для снятия лака. Нет, это другой ацетон. Именно он налит сейчас в этот чудо-пылесос. И этот ацетон есть в автозагаре и вызывает реакцию кожи. Она начинает вырабатывать меланин. И белая кожа превращается... Кожа превращается... Кожа превращается в загорелую кожу. И что же получилось? Очень интересно. Ну вот она, счастливая обладательница новой загорелой кожи. Ну вот, смотрите, изменения на лицо. Я бы даже сказала, не только на лицо, но и на все тело. Субтитры создавал DimaTorzok